Я не могу их высадить, я не знал, что существует такой закон, или мне стало их жалко, они ждали больше часа. Это самые частые отговорки водителей переполненных машин, которых патрульные остановили за нарушение правил пассажироперевозок во время пандемии. На водителей, нарушивших закон, были составлены протоколы и наложены штрафы. А пассажиров, которые ехали стоя, всё же попросили выйти и дождаться следующей маршрутки. На вопрос, почему они не соблюдают закон, водители говорят, что не могут оставлять людей на обочине, или что они не знали, что запрещено брать людей без мест. Некоторые пассажиры стали защищать шофёров. На данном полиции проверку организовали после того, как не поступили жалобы на то, что водители маршруток не соблюдают правила. Инспекторатом национале национальной секретаре пассажироперевозок, в коммун с direктия полиция Муниципиулу Чищенеу, а фаста elaborат и паса в апликаре у плана демосу реферитуара на супровидение и верификация межлощилор в транспорт в трафик. В контексту этого плана, у меня был бы смазан скопу, монетизирование и верификация, как будут respectать церинтели и регулируя импусы Продолжение следует... Напомним, за нарушение норм по борьбе с COVID-19, чрезвычайная комиссия по общественному здравоохранению установила во время чрезвычайного положения штрафы до 25 тысяч леев для физических лиц и до 75 тысяч для компаний. На главных улицах столицы продолжают обустраивать тротуары, меняют бордюры и разбитое покрытие – асфальт либо тротуарную плитку. Периодически мэр столицы Иончибан проводит внезапные проверки на строительных площадках, чтобы узнать, на какой стадии находятся работы. Так, вчера вечером градоначальник посетил ряд мест, где идёт ремонт. В частности, муниципальные службы завершили реконструкцию около 3 тысяч квадратных метров тротуара на улице Зелинского, на участке между бульварами Дичибала и Дачи. Помимо нового асфальта и бордюров, там обустроили парковочные места. На это было выделено 2 миллиона леев из городского бюджета. Ремонтные работы полным ходом идут и на Московском проспекте на Рыжкановке. Помимо новых парковок, здесь будут велодорожки. Рабочие продолжают трудиться и на бульваре Мирчичел-Батрын на Чеканах, в периметре улиц Петра за Днепру и Игоря Виеру. Этот проект предусматривает реконструкцию аллеи протяжённостью 2,5 километра и шириной 28 метров. Власти обещают к октябрю полностью благоустроить зелёную зону для прогулок на свежем воздухе. Работы по укладке асфальта ведутся также на улицах Иона Пеливана и Николая Тестимицану в районе Республиканской больницы. Также с сегодняшнего дня начинается восстановление тротуаров на Банулеску-Бадоне и Пушкино в центре столицы. За сутки на контрольно-пропускных пунктах зарегистрировано около 14 150 пересечений границы. Въехали в нашу страну примерно 6400 человек, из которых более 3700 из Румынии, свыше 1400 из Украины и почти 1300 прошли воздушные рубежи. Субтитры создавал DimaTorzok В отношении шести въезжающих в нашу страну составлены протоколы за несоблюдение мер по профилактике и борьбе с эпидемическими заболеваниями. На всех пунктах пересечения границы были обследованы 14 153 человека и заполнено 6410 индивидуальных эпидемиологических карт. Симптомов COVID-19 не выявлено ни у одного из прибывших в страну. Напомним, въезжающие граждане обязаны провести на самоизоляции 14 дней. Данные эпидемкарты, заполненные на границе, передаются в полицию и поликлинику по месту жительства. Сейчас под наблюдением ответственных органов находятся около 40 тысяч граждан. На прошлой неделе 94 человека получили штрафы за нарушение режима самоизоляции. Дважды потеряли крышу над головой за 13 лет. У многодетной семьи Бижинару из Дроки недавно сгорел дом, который они подняли на месте бывшего пепелища. До этого пожар уничтожил их старый кров, и на восстановление потребовались года. Начинать всё с нуля, с девятью детьми на руках – непосильная задача для родителей. Президент Игорь Дадон призывает всех добрых людей протянуть погорельцам руку помощи. Глава семейства Андрей Кожакару – тракторист. На его зарплату хоромы в два счёта не разведёшь. Тем более, что в семье растёт девять детей, мал-мала меньше, на подходе десятый, и супруга не работает. 13 лет назад пожар уничтожил старый домик, в котором они жили. На месте пепелища пара начала возводить новое жильё, и только несколько месяцев назад закончила его обустраивать. А 19 июля кошмар повторился. Из-за пожара они снова на улице, а ведь зима на пороге. Трагедия не оставила равнодушным главу государства. Президент Игорь Дадон на своей странице в Фейсбуке опубликовал банковские реквизиты, по которым можно оказать помощь погорельцам, и призывал людей доброй воли присоединиться к компании по сбору средств, на которые семья Биженару смогла бы приобрести жильё до того, как наступят холода. Мировая солидарность. Многие страны направили бригады врачей и медикаменты в Бейрут после разрушительного взрыва в порту города. Погибли по меньшей мере 137 человек, и ещё 5000 получили ранения. Десятки числятся пропавшими без вести. Франция объявила, что отправит несколько тонн медоборудования в Ливан. А президент Эммануэль Макрон – первый глава государства, который посетит страну, пострадавшую от трагедии, пишет международная пресса. Израиль, несмотря на конфликт с Ливаном, предложил им лечить раненых в медицинском центре Галилеи в Нагари, израильском городе, расположенном недалеко от ливанской границы. В то же время государство Евросоюза направят в Бейрут через европейский механизм гражданской защиты около сотни спасателей, которые будут участвовать в поисково-спасательных операциях. Своё участие подтвердили Нидерланды, Греция, Чехия, Франция, Польша и Германия. И Россия протянула руку помощи. 50 бригад скорой помощи и медперсонал были отправлены на пяти самолётах МЧС в Бейрут, чтобы помочь ликвидировать последствия взрыва в порту города. Российские специалисты развернули мобильный госпиталь. В составе бригады находятся травматологи, хирурги, реаниматологи, терапевты, педиатры, психологи. Эпидема обстановка в Бейруте и до взрыва не была благополучной. Сейчас есть серьёзные опасения, что она ухудшится. Российские спасатели привезли с собой значительное число защитной экипировки. Не исключено, что, несмотря на жару, работать придётся именно в ней. Под завалами находятся люди. Будем акцент делать, в первую очередь, конечно, на работу кинологических расчётов, беспилотных авиационных систем и, конечно, минуты тишины, когда будем искать, пытаться найти кого-то уцелевшего в этой трагедии. В то же время Ирак отправил шесть грузовиков с медикаментами и бригаду скорой помощи, чтобы помочь врачам в Ливане, а Египет и Иордании отправили мобильные подразделения. Соединённое Королевство и Австралия предоставили 6 миллионов 600 тысяч долларов финансовой помощи и санитарных средств на миллион 400 тысяч. Всемирный банк заявил, что готов мобилизовать все свои ресурсы, чтобы помочь Ливану. Напомним, после взрыва аммиачной селитры пострадала и штаб-квартира Молдавского консульства в Ливане. 15 жизней унесло мощное наводнение в Южной Корее. Водой разрушено до основания полторы тысячи домов. Прервано наземное и водное сообщение. Около тысячи дорог национального и местного значения размыты. 43 дня в регионе не утихают дожди. Именно из-за них вышли из берегов реки. Во многих местах зафиксированы оползни. Пласты грязи накрывают дома по самую крышу. В двух наиболее пострадавших провинциях объявлено чрезвычайное положение. Власти экстренно собирают фонды для оказания помощи населению, оказавшемуся на грани гуманитарной катастрофы. Тысячи людей эвакуированы. Им нашли временный приют в специальных центрах. Тропический шторм Исайя, который усилился до урагана первой категории, достиг побережья Северной Каролины в США и принес разрушение. Сильнее всего пострадал город Ocean Isle Beach. Далее стихия двинулась вглубь континента. При этом ослабла до тропической бури, которая не менее опасна. В США от Северной Каролины до границ более северного штата восточного побережья страны Мэн было распространено предупреждение о надвигающемся ненасти. В Южной и Северной Каролине Исайя привел к наводнениям. Жители более 400 тысяч домов Северной Каролины и Вирджинии остались без электричества. Сейчас Исайя буйствует в Вирджинии. Ранее тропический шторм вызвал большие разрушения и привел к гибели двух человек в Доминиканской Республике и на территории США Пуэрто-Рико. Там с корнем вырваны некоторые деревья, нанесен непоправимый ущерб сельскохозяйственным угодям. В США жертвами стихии стали четыре человека. Не обошла непогода и Багамские острова. На Атлантическое побережье Америки ураган Исайя обрушился вечером в понедельник. Кроме того, Исайя оставил без электричества более 50 тысяч домов и строений на востоке Канады. Шторм продолжает движение по территории этой страны. Стихия достигла южных районов провинции Квебек и Нью-Браунсуик. Шторм сопровождают проливные дожди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова